Добрый день! Хотел сегодня рассказать про башню Рубика. Это кубоид 2х2х4 от фирмы Рубикс. Такое редко бывает, но вот есть у меня такой кубоид. Он сейчас мало где продается, но думаю найти можно. Строение здесь такое древнее-древнее. Есть аналог от фирмы Витэдэн с таким же функционалом. И с более сложным функционалом тоже есть у них версия. Но 2х2х4 есть от Рубикса и от Витэдэн одинаковые головоломки. Коробочкой я не владею, потому что это наследие Ивана Циква. Вот здесь на картинке можно посмотреть как она выглядит. То есть фактически распаковывать я ничего не буду. Но кубоид повращаем, пособираем и сравним с 2х2х3. Да, 2х2х3 есть у многих. Достаточно простой кубоид. Можно на нем быстро собирать. Он является дополнительной дисциплиной. Его иногда собирает на чемпионатах по спидкубингу. Конечно, дополнительной дисциплиной, естественно. Не ВЦА, а Extra Events. Но 2х2х4 такой возможности не имеет. Вращается. Плоховато, плоховато. Но главной особенностью помимо размера, он естественно на один слой побольше, является то, что этот кубоид меняет форму при перемешивании. А это позволяет собирать его проще, хотя и при перемешивании он выглядит более страшно. Для того, чтобы собирать такой кубоид, желательно уметь собирать 2х2 обычный кубик по размерам. Если вот сторона 2х2 смотреть, у кубоида сильно меньше. Я сейчас покажу способ, которым я его собираю. Он не единственный. Можно собирать кучей способов. Предлагаете свои в комментариях. Перемешаем. Для начала поворачиваем крайние слои двойными движениями, чтобы без изменения формы хорошенько все перемешать. Заедает. Здесь нет пружинок, как я понимаю. Какое-то допотопное строение. Ну, я думаю, разработка этой модели где-то очень давно была совершена. Чуть позже, чем сам кубик Рубика был придуман. Вот, как-то так мы перемешали без изменения формы. И теперь поворачиваем на 90 градусов и вращаем. Соответственно, целью сборки будет сначала вернуть форму и потом собрать по цветам. Я знаю, что при неаккуратной сборке эта головоломка может разлететься. Поэтому надо быть осторожным. Когда-то давно у меня был ученик. Он приносил такой весь развальный кубовит. Я помочь не смог, так как механизм настолько чудной, что его боишься ломать. И вот только спустя время я сам завладел подобной головоломкой. Ну, давайте соберем. Можно, конечно, интуитивно собирать форму. Давайте посложнее как-нибудь перемешаю. Но суть в том, что мы это делаем как на кубике 2х2. К примеру, нужно белые элементы собрать рядом. Можно сделать вот такой ход. Либо если у нас 3 стоит, одного не хватает. Можно обратным, либо прямым пиф-папом сюда это все загнать. Как-то так. Здесь же нам на цвета пока не важно. Главное соединить форму. Ну, и поэтому мы можем по-всякому. Вот у нас 3 элемента правильной формы. И какой-то 4 просто сюда добавить. Обратным пиф-папом. Вот у нас половина кубоиды уже форму имеют. А дальше это какая-то из ОЛЛ-ситуаций с обычного 2х2. В данном случае это левая рыбка. Покажу сходство. Вот так. То есть вот у нас правильно ориентированный уголок. И остальные 1, 2, 3 неправильно ориентированные. Вот желтый цвет. Это вот эти вот элементы. То есть если мы сделаем здесь алгоритм для вот этой левой рыбки, то у нас форма правильно ориентируется. По методу для начинающих можно, конечно, положить на бок и пиф-пафами вот так вот собирать. Пока все не соберется. Да, это можно делать, но я не буду. Я использую рыбку. Ну их всего несколько таких алгоритмов на 2х2, поэтому можно выучить при желании. А так, конечно, и пиф-пафами все доступно. Выполняем. Здесь просто чем больше движений делаешь, тем больше шансов, что кубоид развалится. Мне этого не хочется. Так, я ошибся. Но заодно мы посмотрим на ситуацию глаза. Да, вот так она выглядит. Можно использовать любые алгоритмы для решения глаз. Я сделаю самый примитивный, ну двойные глаза. Front, 3 пиф-пафа, фронт штрих. Не получилось у меня сэкономить движение. Это был один пиф-паф. Начинаем второй. И третий. Стабильность наша все. И вот собралось. Ну, по крайней мере, форма. Далее. Ну, можно по-всякому опять. Но давайте соберем с белой стороны что-нибудь. Есть вот два красных элемента. Желтый, зеленый. Здесь, кстати, нестандартная расцветка. Напротив белого, синий. Я очень надеюсь, что напротив красного, оранжевый. Получается напротив желтого, зеленый. А вот белый, оранжевый, желтый. То есть, желтый у нас вместо синего. Желтый, зеленый, красный. Да, и мы уже понимаем, что белый цвет должен быть снизу. Ну да ладно. Давайте вот сюда соберем парочку элементов. Нужны оранжевые какие-то цвета. Так. Вот у нас красный, желтый, оранжевый. И вот сюда еще один элемент. Его можно, конечно, по-всякому сюда поставить. К примеру, как в кубойе 3х3х2. Нам нужно зелено-оранжевый по цветам, чтобы не совпадал. Делаем R2, U, R2, U, R2. Да, и вот у нас собрался один слой. И на удивление, второй собрался. Хотя это и не обязательно. А, у нас вообще весь кубой собрался. Ну, так бывает. Как только мы решили проблему с формой, с цветами, все становится легко. Давайте я перемешаю еще разок и покажу другой способ сборки. Форму сейчас перемешивать не буду, только по цветам. Ну вот как-то рандомно все перемешано. И соберем как обычный кубоид. То есть как кубоид 3х3х5 и выше. Как это делается? Ну, поскольку здесь нет креста, мы это пропускаем. И вот. Можно сразу вот такую парочку собрать. Дальше. Рядом с ней надо бы поставить бело-красно-желтую, получается, парочку. Поищем красно-желтые элементы. Они вот они. Но опять же, креста нет. Значит, можно их просто рядом поставить. Уже хорошо. Дальше здесь должны быть не такие элементы. То есть мы можем вот эти элементы использовать и поставить их вот сюда. Вот. Хорошо. И осталось, так это уже встал на свое место. Осталось вот один элемент, который можем вот таким нехитрым трициклом сюда установить. R2, U-штрих, L2, U, R2, U-штрих, L2, U. Если бы их не хватало сюда двух элементов, мы просто вращали бы U двумя слоями. Так. Ну, а дальше? Ну, опять скукота. Нам остается только переставить элементы вот этих двух слоев. А для этого мы должны либо один, либо два раза использовать комбинацию T-перм. Для кубоидов, которая. Ну, в данном случае у нас нижний слой собран. Покажу на верхнем. То есть здесь вот два элемента стоят правильно. Располагаем их слева. И делаем следующий алгоритм. R2, U, R2, U-штрих, R2, U-штрих, D. R2, U-штрих, R2, U, R2, D-штрих. И вот кубоид собран. Сейчас я еще смоделирую более сложную ситуацию, чтобы было интересней. Ну, к примеру, вот. У нас получается, что на втором слое два угла стоят правильно, а на верхнем глаз нет. То есть нужно переставить уголки по диагонали. В этом случае нам придется делать два T-перма. С первого раза мы соберем нижний слой. И здесь переставятся элементы. Вторым применением мы соберем верхний слой. Если было бы, что вот такие глаза на верхнем слое, то в этом случае было бы неудобно вращать один средний слой. Проще было бы сделать так, чтобы вот этот слой не собрался там, где есть глаза. И вторым применением собрать сразу оба. Я как раз такой случай сейчас и покажу. Чтобы вот этот слой не собрался при T-перме, глаза нужно поставить перед собой. Тогда после применения глаза все равно будут, но слой не соберется. А сверху появится T-перм. И выполняем. R2, U. R2, U. R2, U. D. R2, U. R2, U. R2. Что мы видим? Появились глаза другого цвета. И тут глаза. Располагаем слева. Делаем еще раз. R2, U. R2, U. R2, U. R2, U. R2, U. R2, U. R2. Понятно, что вместо движений U. D можно было просто перехватить кубоид. Ну, опять все собрано. Также можно еще кучу других способов собирать. К примеру, кубоидными пиф-пафами собрать один слой. Вот такой вот средний. Далее собрать синий и белый в разнобой. Либо чтобы они сразу по цветам совпадали. И после этого уже переставлять элементы. Главное расположить нужные элементы на одном слое. Потом обычным T1 можно все переставить. Ну, этот я уже, наверное, показывать не буду. В том момент, как я буду записывать обучающее видео, я выберу что-то самое оптимальное из всего этого. Сделаю сборочек 100 предварительно. Ну, пока вот такие вот у меня прикидки. А так способов много. Можно даже P-L-паритет здесь прокручивать. R2, U2, R2, U2, R2, U2, R2, U2. Да, и получать вот что-то такое. Но я это сделал очень сложным способом. А можно сделать просто. R2, U2, R2, U2, R2, U2, R2, U2. Как-то так. Ну, простора для применения различных алгоритмов здесь достаточно. У кого есть возможность такое приобрести, будет интересно. Единственное, мне кажется, что у него, как у Рубикса, цена может быть великовато. Но, возможно, такой кубоид будет продаваться где-нибудь в детском мире, среди игрушек. Так как Рубикс это любит. В такие сети поставлять свои товары. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.